Возросли опасения, что материковый Китай вскоре может начать решать проблему Тайваня прямой военной силой, пишет американский журнал The Diplomat. Такого мнения, как утверждается, придерживается целый ряд экспертов. Среди них наиболее весомой является оценка адмирала Филиппа Дэвидсона, главы Индо-Тихоокеанского командования США. Он высказал мнение, выступая перед комитетом Сената, что Китай может попытаться захватить Тайвань военными средствами в следующие шесть лет. Еще один фактор, как отмечается в публикации, способствующий беспокойству, это ощущение общего роста агрессивности внешней политики Пекина. В качестве примера тут силовое пограничное столкновение Китая с Индией, усиление обороны девятипунктирной линии в Южно-Китайском море. Утверждается, что отношение центрального правительства к Гонконгу имеет последствия и для Тайвани. Еще один аргумент заключается в том, что уничтожение Пекином гражданских свобод в Гонконге, противоречащее более ранним обязательствам Китая оставить политическую систему автономии нетронутой до 2047 года, ясно показывает, что ожидаемая негативная международная реакция не удержит от военных действий против Тайваня. Теперь, когда Гонконг действительно порабощен, Тайвань окажется под угрозой, потому что в глазах коммунистической партии он является последним крупным участком незанятой территории. Отмечается в тексте. Безусловно, угроза со стороны КНР неуклонно возрастала. Однако, как подчеркнуто в публикации, ситуация не так ужасна, как изображают предсказывающие войну аналитики. По внутриполитическим причинам крайне маловероятно, что Китай в следующем году начнет боевые действия. Кроме того, попытка вторжения через пролив стала бы, как утверждается, самой крупной и сложной десантной операцией в истории, где она будет проводиться военными, не имеющими значительного боевого опыта с 1979 года, в не слишком удачной войне против Вьетнама. Китай мог бы более уверенно захватить один из небольших отдаленных островов, подчиненных Тайбэю, или устроить блокаду главным портам отколовшейся территории. Но ни один из этих подходов не гарантирует капитуляцию. Китайский аналитик Цуилэй из Института международных отношений заявил, что лидеры КНР чувствуют необходимость сохранять жесткую позицию по отношению к Тайваню, но не намерены начинать компанию в обозримом будущем. В то время и население Тайваня не подчинится без боя, а Соединенные Штаты могут защитить остров просто из страха потерять лидерство в регионе.